Приветище! Это Трэйл Мейкерс. Мы здесь с тобой собираем различные тачки, лодки, неведомые конструкции. Ну и в скором будущем мы соберем космический корабль. Конструкция, которая прыгает у меня на заднем фоне. Мы собрали ее под конец прошлой серии. Почитав комментарии, я понял, что ее многие называют танцующей машинкой, потому что она не может просто так стоять на месте. Она прыгает, денсит, ну в общем, как все ненормальные машинки. Нам нужно это с тобой поправить. Переходим в конструктор. Ну вот, каркас у нас КАМАЗ готов. Давай пока что на этом остановимся, проверим, как будут вести себя колеса. Ну-ка. О-о-о! О май гарбл! Похоже на какую-то бешеную лошадь или бешеного быка. Мда. Почему-то так и знал, что оси не выдержат этих огромных колес. Давай попробуем кое-что изменить. Поставим вместо вот этих вот осей, поставим двойные. Посмотрим, что получится. Вот такие вот. Большая петля называется. Надеюсь, они выдержат эти колеса. Ну, а если не выдержат, то придется нам искать другие, более массивные петли. Ну вот. Молимся. Проверочка. О, господи. Ой, даже колесо отвалилось. Черт подери. Придется все-таки где-то искать обломки. С новыми петлями. А еще и это колесо отвалилось. Уже наступил день. Так что предлагаю вызвать нашего муравишечку и поехать собирать обломки. Вижу первый обломок. Вот он где находится. Ой, там дальше вдалеке еще один. Что это такое? Скругленный обломок. А здесь у нас чего? А это у нас инвертированный скругленный обломок. Боюсь, нам нужно расширить наши клешни. Вот так. Давай чуть поменьше сделаем. Наверное, так. О, да. Замечательно. Все подходит. Опс. Кажется, клешню отломал. Ладно, не беда. Это минус длина. Ты. Черт, еще поломал. Кажется, я без клешни остался. Эх. Но нам это не мешает. Мы все равно доставим наши обломки к дрончику. Вот так вот. Две детальки. Космический корабль завершен на 32%. На островке я вроде бы все деталюшечки собрал. Давай посмотрим на карту. О. Действительно. Деталек больше не осталось, кроме как в озере. И озеро это называется по-страшному. Озеро дракона. Я даже боюсь представить, что там в этой пасти. Где-то вон там в глубине лежит обломок. Достать я его, к сожалению, не могу, потому что подводные лодки я еще не научился делать. Так что придется ехать на другой островок. Например, через тьму мы пробираемся вот сюда. К шипастому лесу. Здесь на небольшом островке есть еще два обломка металлических. Так что едем туда. Сейчас как настоящий Джеймс Бонд. Надо посмотреть, где у меня там амфибия. Переключаемся на амфибию. Хотя можно поднять пока нашу подвесочку. И ехать так. Пока едем, едем, едем. И здесь надо бы переключиться на амфибию, а то потонем. О, так-то. Оу-ей. Мы едем. Жди нас, кусок металла. Прибыли. Ну и здесь можно обратно в мурависочку переключиться. И вот он обломок. Блок 2 на 2. Ну, квадратненький блок. Нам нужно будет его затолкать вон к тому дрону, где идет луч такой. Вот там дрон находится. Значит, опускаем нашу подвесочку. Хватаем этот блок. А лучше поехали, заберем еще и другой одновременно. Чуть сюда два размотаться. А вот он и второй обломок. А это у нас что такое? Что это такое? Скругленный угол. Ладно, пусть будет. Заезжаем, значит, в воду. На скорости. Поднимаем нашу подвесочку. Шикарно, идем. Еееей. Два обломка доставлено. Ты только посмотри. Всего на этой планете 130 обломков. Мы нашли всего 28. Ужас. Сколько еще собирать? Очень много было пожеланий в комментариях, чтобы я сделал какую-нибудь ходящую конструкцию. Чтобы она не ездила, а ходила. Что ж, это вызов. Давай попробуем сейчас это смастерить. Ну что, вот такая конструкция у меня получилась. Давай проверим, как она будет работать. Лежит на земле. Это не совсем то, что нам нужно. Давай поднимем пневму. Так. Вот они, наши ножички, разложились. Теперь нам нужно заставить их двигаться. А вот... А вот, шиш, мы заставим их двигаться, да, походу? Мы только можем танцевать джигу-дрыгу. Вот так вот. Хе. Ну, естественно, я там башку верчу туда-сюда. Высовываюсь из кабины. Хорошо. Попробуем кое-что изменить. Так. Смотрим теперь. Теперь наши ножки разъезжаются. И, в принципе, мы можем идти, но... Не совсем так, как нам нужно. Хе. Это называется скользящий жучок. Кое-что доработал. Проверочка номер три. Поднимаемся. И пробуем, значит, что нам... Что нам нужно? Ой-ой-ой-ой-ой. Не так, не так, не совсем так. Давай мы с тобой немножечко упростим нашу задачу. Сделаем все-таки кое-что на колесах, кое-что на ногах. Так сказать, своеобразную колесницу. Поскольку я еще не сообразил, как нам сделать ходящего робота. У нас не совсем много детальюшечек для этого. Сделаем хотя бы бегущую колесницу. Ну, что-то похоже. Вот я хотел этого добиться, но что-то пошло не так. Надо переконструировать. Так, значит, поднимаем наши ножички. И, по идее, сейчас вот мы должны... Ну, мы как бы идем, но не двигаемся. Ох, и сложная будет механика. Ножки у нас теперь просто реактивны. Вот так вот это работает. И, в принципе, мы можем прыгать теперь как лягуха. Ну-ка. Но мы, конечно же, с тобой не этого хотели. Мы хотели другого. Нам нужна была поочередная работа. Вот такая вот. Мы ее добились. К сожалению, это не автоматика. Это все делаю я своими ручками. И что очень плохо. Потому что я могу затупить в любой момент. Что мы делаем? Мы поднимаем ножку. Ту ножку надо убрать. Вот так. Эта ножка у нас двигается вперед. Вот так. Та ножка у нас должна выдвинуться. Где она? Выдвигается вот так вот. Что-то у нас не так все идет. Сейчас я научусь. Я еще не понял, как это работает. В принципе, мы на одной ноге можем катиться. Вон, вроде катится как. Хе. С горочки. Короче, это все очень сложная система. Просто. Особенно, если ты это все делаешь руками. Короче, пошло оно все знаешь куда. В дупло огромного дуба. Уже ночь на дворе. Ёкарный. Сколько я провозился с этими ходячими машинами. Значит, призываем обычную. Ну, как обычную. Нашего муравишечку. И продолжаем сбор наших обломков. Едем мы с тобой вон на тот остров. Там, где наверху что-то светится. Там, ты можешь заметить, есть пчелка. Но пчелку мы догнать физически пока не можем. Можем, конечно, попробовать. Но я уверен, что мы ее опять не догоним. Попыточка. Да, она очень шустрая. Скорее всего, ее нужно будет на вертолете или самолете догонять. Так что, пока эту затею отбросим. И поедем на другой остров. Доплыли! Осталось только найти здесь... Кстати, а по горам-то я могу ездить? Поскольку у нас шипованные колеса. Ну, в принципе, в принципе, если бы тачка была помощнее, можно было бы. Давай попробуем муравишечку. Там у него и колес побольше. Ну-ка. Давай, 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 давай. Вот это поворот! На такую горку заехать, офигеть! О, там обломки, смотри. Какой здоровый обломок. Куда нам только его катить нужно будет. И что это за обломок? Это энергоблок. Что ж, этот энергоблок мы не знаем, куда тащить. Потому что карта еще не раскрыта от дрона, я не вижу. Предлагаю подняться еще повыше. Поехали. Интересно, в такую горку мы заедем или... Нифига себе, в такую горку заедем. А тишуеть, она же такая... Ну, ну, почти, почти. Почти заехали. Она, конечно, очень крутая. Нужно найти, где подъем не такой крутой. Например, вот здесь вот. И желательно опустить нашу пневму. Например, вот столько. Попыточка номер два. Давай, 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 давай. Ну, уже чуть-чуть, чуть-чуть. Есть! Мы покорили этот подъем. Какой-то оффроуд у нас тут прям с тобой. Ну что, вот он, дрон. Мы его нашли. Капец, это ж как мне оттуда блок поднять-то? Это какой-то очень мощный подъемник нужен. Значит, как нам сбить вот этот блок? Все на самом деле довольно просто. О, черт. Это максимальное количество пневмы. Дальше нам не дает ничего строить, потому что пишет, что это прям сложная конструкция. Плохо. А если мы попросту поступим вот таким вот образом? В режиме конструктор поставим машинку вот сюда наверх. Опустим ее. Ну-ка. Ха! Ты посмотри, мы смогли колесо грузовика еще одно большущее. Что ж мне с ними делать? По-моему, это колесо еще больше, чем то. Ошеломительно просто. Сейчас мы развернемся. Скинем этот кубик. И не надо было даже ничего строить. Легким движением руки мы перенесли наш трактор наверх. Разбиваем его. Кстати, он довольно крепок. Не совсем мы его поломали. Чуть-чуть ковшик у нас отхватил. Но в целом все огонь. Сейчас мы затолкаем эту штуку. Кстати, нафига космическому кораблю колеса? Вот мне это непонятно. Давай-давай-давай, заталкивайся. Вот так. Колесо грузовика разблокировано. Давай-ка мы сейчас с тобой посмотрим, какое колесо больше. Вот это. А, ну они одинаковые. Или вот это, да. Колесо... А, нет. Ты посмотри. Первое колесо, которое мы с тобой нашли, оно намного больше. Разница ощутима. О-о-о-о, ты посмотри, какой красный обломок. Офигеть, что он такой красный-то? Пойдем посмотрим, что это такое у нас. Мотоциклетное колесо. О-о-о! Мотоцикл можем сделать с тобой. Надо его столкнуть. Сейчас мы его столкнем. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай-давай, сваливайся. Не хочешь сваливаться? Что ж будешь с ним делать? Есть! О-о-о! Какое оно взрывное. Короче, лучше его пока не трогать. Понятно, почему оно такое красное. Видимо, нужны какие-то специальные приспособы, щупальцы, чтобы его увезти. Я не знаю. Ну что, пришло время столкнуть этот огроменный кусок металлолома. Надеюсь, он упадет нормально. Малый хвостовой киль для лодок. Пойдет. Надо бы ковшик раздвинуть. А то слишком большой обломок. Малый хвостовой киль доставлен. Давай посмотрим, что теперь вот это за обломок огроменный. Че это такое тут? А-а-а, как он находится-то неудобно. Мы можем, конечно же, схитрить. Сделать вот таким вот образом. Поставим наш трактор прям... Не ставится? Вот так вот ставится. Прямо сверху. Выпрыгиваем с него. О-о-о! Это двигатель грубая сила! Ты видал, какой двигатель там? А чешу есть. Значит, прыгиваем. Опс. Кажется, это было слишком высоко для меня. Где этот обломок? Где обломок? Черт подери, где я очутился вообще? Я потерялся! Фига себе, а тут он двигатель. Ты посмотри на него. Тащим в горочку. Надеюсь, у нас все получится. Мощи должно хватить. Давай-давай-давай. Токни туда, туда нельзя. Там обрыв. Муравьишечка могет. Как обычно, тащит в два раза больше своего веса. Если не в пять. Почти-почти. Вот он, дрончик. Сейчас мы себе отхватим огроменный двигатель. Закатили. Отлично! Блин, дрон-то чё? Вот он же у тебя. Хватай его! Двигатель грубая сила. Разблокировано. Давай посмотрим, насколько он большой. Блок разблокирован. Крылья и плавники. Подъемная сила в зависимости от скорости, устойчивости и воздушное сопротивление. Да ладно. Неужели с этого плавника можно сделать крыло? Я, конечно, не думаю, но попробую стоять. Так, двигатель грубая сила. Где он? Вот такой. А, так он маленький. Он не такой уж и большой. Хорошо. Давай мы, значит, уберем наши вот эти вот двигатели. И поставим вместо него вот этот двигатель. Грубая сила. О! Влез как миленький. Ну и чё, давай посмотрим, как у нас изменилась скорость. Фига себе, звук изменился как. Теперь у нас настоящий трактор, блин. О-о-о. Слушай, короче, я понял. Я понял. Он очень медленно разгоняется. И это действительно двигатель для трактора. И больше всего, мне кажется, это для огромных колёс двигатель. Давай попробуем заехать в горочку. Посмотрим, как этот двигатель отработает. Вот эта вот горочка. Ну-ка. Вот и ну ты. Ты посмотри, с этим двигателем вообще никаких проблем заехать. Обалдеть. Ладненько. Давай-ка попробуем пришпандорить сюда крылья. Ну, точнее, не сюда. Мы сейчас построим с тобой новую какую-то конструкцию. Малый хвостовой киль. Обеспечивает аэродинамическое сцепление с трассой и устойчивостью. Вот такой вот зверь у меня получился. Трёхколёсный. Давай проверим его. Насчёт крыльев. Они оказались довольно маленькие, поэтому полететь мы на них куда-либо, скорее всего, не сможем. Ну, в общем, я закончил. Пришпандорил сзади вот такое вот огромное колесо. Ну, чуть поменьше, чем у нас было первоначально. Удивительно, но оно держится. Оно никак не болтыхается. Ничего с ним не происходит по сравнению с тем огроменным. Ну, а спереди у меня два вот таких вот шипастых колеса. Получился своего рода такой вот мотоцикл. Или что-то схоже с Бэтмобилем, я не знаю. Крылышки, которые ты видишь вот эти вот спереди, они вообще, ну, ничего не дают, кроме аэродинамики и прижимной силы. Поэтому толку от них никакой нет. Даже, смотри, я сейчас спрыгну. Я никуда не полечу. Вот, я сейчас, скорее всего, просто разобьюсь. Да, без колеса остался. Хей. Вот, собственно. Ну, это была тестовая моделька. Если тебе она понравилась, и ты хотел бы, чтобы я как-то ее раскрутил и сделал что-нибудь такое же, но более интересное, то есть тебе лайкос, комментос, конечно же, подписочка, если ты еще не подписан. А тебе спасибо за просмотр. Я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в новом видео.